Всем привет! Продолжаем мы сегодня с вами рубрику якорные операции и поговорим с вами о такой неприятной, но все же часто появляющейся неприятности у нас на судах, как перекручивание якорной степи. Всем привет! С вами Артур и это канал записки судоводителя. Канал, где вы найдете много интересных видеороликов для нашей с вами профессии. Не переключайтесь, будет интересно. И как я вам уже сказал в начале этого видео, сегодня мы с вами продолжим разговаривать о якорном устройстве судов и поговорим о таком неприятном явлении, как перекручивание якорной цепи. Для того, чтобы более подробно и основательно рассказать о этой неприятной теме, я построю это видео следующим образом. Первое. Мы с вами поговорим немного о теории и я расскажу, почему же появляется такое неприятное явление, как перекручивание якорной цепи, какие виды перекручивания якорных цепей существуют. И второй пункт. Мы с вами обратимся к практике и переместимся на баг судна, где я покажу наглядно, как же это происходит и как с этим явлением нам с вами бороться. Итак, для теории, чтобы все наглядно и документально вам рассказать, мы обратимся с вами опять к пособию Mooring and Anchoring Ships Volume 2. К сожалению, только в этом пособии у нас с вами отображена информация про такое явление, как перекручивание якорной цепи. Итак, перекручивание якорной цепи. Почему же оно у нас происходит? Существует две основные причины, почему происходит перекручивание якорной цепи. Первое. Оно у нас происходит в том случае, если мы бросаем якорь под нагрузкой, под ByGravity, с большой высоты. Повторяю, этот вариант запрещен у нас SMS компании, но все-таки некоторые капитаны, не обязательно в нашей компании, используют такой способ при постановке на якорь. Что у нас получается? Если же скорость якорной цепи довольно-таки большая при бросании якоря ByGravity, то в некоторый момент времени получается у нас небольшая волна и цепь может перескакивать как через желоба в звездочке, так и через канавку на барабане. Тем самым, некоторые звенья из горизонтального положения могут перескочить в вертикальное положение и тем самым перекрутить нашу якорь-цепь. Может это происходить и во время выборки якорной цепи, если же якорная цепь была сильно перекручена. И во время выборки якорной цепи, если ответственный помощник не смотрит внимательно за состоянием цепи, она может быть сильно перекручена. И перекрученной уже перескочить через, обычно это барабан, через барабан и лечь уже в неправильном положении. Второй же вариант, когда у нас появляется перекручивание якорной цепи, это при износе нашего либо барабана, либо звездочки. Что у нас получается при этом? То есть, например, если это барабан, то канавка уже недостаточно глубокая и вертикальное звено, которое у нас должно лечь в канавку, оно у нас ложится неровно, под углом, следующее звено, которое у нас идет, должно быть горизонтальным, оно уже тоже не горизонтально, оно тоже лежит под каким-то углом. И третье звено, которое должно быть горизонтальным, вертикальным, оно ложится горизонтально и тем самым перекручивает нам цепь на барабане. В принципе, тот же самый эффект происходит, если у нас изношены желоба на звездочке. То же самое происходит, что вертикальное звено у нас ложится неровно, следующее горизонтальное звено точно так же ложится негоризонтально, потихоньку начинается перекручивание якорной цепи и в определенный момент звено перескакивает и ложится уже в неправильном положении. То есть, подытожим, у нас есть два варианта перекручивания звена на барабане, перекручивания звена на звездочки и две причины, почему это происходит. При неправильном бросании или подъеме якоря и вторая причина при изнашивании нашего устройства. Итак, с теорией мы с вами немного разобрались и давайте же переместимся на бак и разберемся с вами на месте, посмотрим, как это происходит. Я еще раз покажу, повторю теорию, которую мы сейчас с вами прошли и уже непосредственно покажу, как определить, где произошло перекручивание цепи. И покажу, как с этим бороться. И, как и во всех моих видео, когда я снимаю на якоре, мне в этом поможет Intrinsically Safe Camera и Intrinsically Safe Fonaric. Видео о них я уже рассказывал. Ссылку на эти видео я размещу в верхней части экрана. Итак, вот мы с вами на баке нашего парохода и давайте же разбираться на месте, чего же получается у нас перекручивание якоря цепи, как определить, где якорь цепи у нас перекрутилась на барабане или на звездочке и как же перекрутить, вернуть якорь цепи в исходное нормальное положение. Итак, вот мы с вами смотрим на наше устройство. Навели здесь ребята красоту, покрасили якорь цепи, теперь у нас яркое, красивое. И начнем с звена, соединительного звена. Соединительное звено у нас с вами правильное положение должно быть всегда горизонтальное. Почему оно у нас такое должно быть? Как видите, размер у нас звена горизонтального, если сравнивать с фонариком, примерно это высота фонарика. Если мы сравним ширину нашей канавки на барабане, то это будет практически весь фонарик. То есть нет свободного места и наше соединительное звено вполне возможно закусится внутри этой канавки и тем самым заблокирует работу нашего с вами якорного устройства. То есть, еще раз повторю, якорное звено должно проходить барабан в горизонтальном положении. И, соответственно, когда якорное звено будет приходить на звездочку, то оно точно так же должно проходить его в горизонтальном положении, потому что, если оно будет проходить его в вертикальном положении, есть большой шанс, первое, что его закусит и так же заблокирует работу нашего брашпиля, и второе, что оно просто поломается внутри нашей канавки на звезде. Итак, с правильным расположением соединительного звена мы с вами разобрались. И давайте идем дальше. Как же определить, где звено перевернулось? Все просто. Это истекает из того, как проходит наше соединительное звено через барабан или звезду. Если соединительное звено проходит барабан, барабан у нас с вами в вертикальном положении, соответственно, оно у нас с вами перекрутилось на барабане. Если же соединительное звено проходит вертикально в звезде, то оно перекрутилось на звезде. Если же соединительное звено у нас вертикально и проходит и барабан, и цепь у нас не перекручена, вот как здесь у нас сейчас цепь не перекручена, да. Но звено у нас находится в вертикальном положении, значит, что цепь перекрутилась и на звездочке, и на барабане. Соответственно, перекручивать необходимо будет и на звезде, и на барабане в таком случае. Итак, что делать, если звездно перекрутилось, цепь у нас перекрутилась на барабане? Никакие пособия не говорят о том, что нужно делать. Есть выход только один. Первый. Если у нас цепь перекрутилась на барабане, то есть нам необходимо закрепить нашу якорь-цепь ниже барабана и стравить все некоторое количество якорь-цепи на промежуток между звеном и барабаном. Если у вас есть какие-нибудь переносные стрелы, то они вам очень помогут в этом варианте. Если нет, то придется делать следующее. Вытравливать, как я уже сказал, здесь слабину и вручную попробовать перекрутить с помощью ломов и обгалдерей звено на барабане. На барабане звено перекрутить намного легче, чем звено на звездочке. То есть, еще раз повторю, мы крепим в этом месте после барабана якорную цепь с помощью скоб и нашего лэшинга. И я советую еще дополнительно закрепить с помощью старых швартовных концов цепь. На всякий случай швартовные концы у нас выдерживают больше 50 тонн. Соответственно, этой нагрузки будет достаточно, чтобы выдержать нашу якорную, участок якорной цепи с якорем. Якорь у нас весит порядка 14 тонн. И цепь до якоря, первая смычка у нас весит около 7 тонн. То есть, одного швартовного конца, заведенного дуплетом, вполне хватит для того, чтобы выдержать нагрузку. Тем более, что у нас цепь будет закреплена на наших лэшингах. Итак, делаем мы здесь слабину и уже вручную пытаемся перекрутить. Поднимаем, естественно, наш гильотин-бар, чтобы была свобода действий. И пытаемся уже вручную перекрутить наше звено, перетравливая его через барабан. Если же у нас перекрутилось звено на звездочки, это очень тяжелая процедура. И здесь что? Единственное, мы можем не поднимать гильотин-бар, так как мы можем необходимую слабину сделать у нас между брашпилем и барабаном. Вытравить максимальное количество звеньев мы выкладываем в это место. И начинаем потихоньку вирать, работать звездочкой на вира и вручную уже перекручивать ломами звенья уже на самой звездочке. Это очень тяжелая процедура. Очень мне много необходимо потратить сил на это и вряд ли это получится с первого раза. Но других вариантов я не вижу, если у вас нет переносных, передвижных стрел, которыми можно себе помочь и приподнять звено. И тогда просто приподнять участок якорной цепи и уже тогда вручную его прокрутить. Это будет намного легче. Вот. На этом у нас все. Надеюсь, я подробно и понятно объяснил ситуацию с переворотом якорь цепи. Еще раз повторяю, все звенья между барабаном и звездой должны быть строго параллельны. Одни другим параллельны, находиться под 90 градусов. И одни должны быть строго вертикальны, другие строго параллельны. На этом все. Я очень надеюсь, что видео, которое вы сегодня смотрели, было интересное и познавательное. Если у вас остались какие-либо вопросы к этому видео или к любым другим видео, которые вы смотрели, оставляйте комментарии к этому видео. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Подписывайтесь на мой канал, приглашайте друзей. Спасибо вам за внимание и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok